Ссылка на тупость. Совершающий эту ошибку, или, точнее говоря, прибегающий к этой уловке, так или иначе намекает собеседникам, что им вовсе не обязательно понимать его аргументы. Потому что он умнее и наверняка прав. Это даже не самостоятельный аргумент, а эдакая подводка к скрытой ссылке на собственный авторитет. Достигают такого эффекта разными путями. Например, намекая на бесполезность дальнейших разъяснений, если оппоненту ваша правота не очевидна. Так, когда Иисус был приведен в приторию, Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе. Пилат сказал им, возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали, нам не позволено предавать никого смерти. Евангелие Тана, 18 глава, 29-31 стих. Трюк, как видим, не сработал, и иудеям пришлось передать Иисуса на суд Пилата, заведомо зная, что тот сочтет его невиновным. Другой тактикой может быть заваливание оппонента неудобо-вразумительной наукообразной тарабарщиной, типа консистентность антропологической парадигмы верифицируется тенденциями церебрализационной кефализации в контексте континуального антогенеза посредством филогенетической рекапитуляции. Можно, конечно, то же самое сказать куда проще, но зачем? Ведь собеседник тогда легко заметит проблемы в вашем утверждении. Наконец, нередки намеки на грани эдхоменем, что обоснования высказанных утверждений находятся за пределами обычных человеческих нужд и потому будут малополезны собеседнику, интересы которого якобы не простираются далее таковых. Я, разумеется, мог бы привести данные в поддержку своих аргументов, но вряд ли они вас заинтересуют. Статистику на хлеб не намажешь. Или какая вам разница, правильно это или нет, если ваша миска все равно будет полна? Увы, нередко грешат этой ошибке и проповедники Слова Божьего. Безусловно, тщательная подготовка от проповеди требует добросовестного анализа библейских текстов на языке оригинала. Но когда вместо назидания, увещевания и утешения оратор под девизом «а по-гречески это значит» провозглашает собственные открытия, которым подъявились бы восточные отцы, читавшие писание на своем родном греческом языке, хочется спросить, а о чем бы вы проповедовали, окажись вы в Греции? Впрочем, мне и самому как-то довелось преподавать в Израиле курс по первым главам книги бытия. Поверьте, когда ваши студенты свободно читают оригинал, а вы довольствуетесь лишь словарем и переводами, неизвестно еще, кто кого учит. Существует единственное исключение, когда предупреждение о принципиальной неспособности понять сказанное не будет логической ошибкой, если оно исходит от того, кто реально обладает всеведением и обращенок, не имеющим такого атрибута. «Мои мысли, не ваши мысли и не ваши пути, пути мои, — говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исайя, 55 глава, 8-9 стих. «Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить». Иван Летана, 16 глава, 12 стих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok